Всем привет! Сегодня в обзор к нам попали часики скмей. Две похожие модельки с разным цветом безеля и три разные модельки. Давайте начнем вот с такой вот симпатичной черной модельки. Она поставляется, видите, аккуратно запечатанная сверху целлофанчиком, чтобы не поцарапаться. В комплекте идет инструкция. Это у нас идет модель 1032. Модель идет довольно-таки массивная. Около, наверное, 5 сантиметров в диаметре. По функционалу, что у нас идет. Стрелочные часы, также электроны. Электроны отображают месяц, дату, день недели и время. Время внизу. Месяц, дату, день недели на верхнем циферблате. Также есть режим секундомера. С сотыми долями секунды старт-стоп. Дальше опять возвращаемся в этот же режим. А вот еще есть режим будильничка. То есть стандартный функционал, будильник, секундомер и основное время. Корпус выполнен в черном цвете. Это у нас идет не анодирование, а вот достаточно прочная красочка идет. По замку. Замок идет вот такой с двух сторон. Нажимаете, открывается. Одинарная блокировка. В принципе, при качественном выполнении замка этого головы хватает. Этого грибочка он никуда не денется и открываться не должен. Грибочек нормальный. Все в порядке. По водозащите. Здесь нам обещают 3 атмосферы. В принципе, можно в нем нырять. На глубину до 1 метра. Дают эту водозащиту с запасом. Что у нас еще на циферблате указано, что здесь у нас есть будильник, секундомер, календарь и двойное время. Ну, двойное время, естественно, это у нас идет аналоговое и цифровое время. По качеству браслета, по самому корпусу, то есть вопросов нет. Все сделано хорошо. Единственное, черный цвет. Наверное, на пару лет должно хватить, потому что это не анодировка, а разновидность краски, либо покрытие. Следующая моделька у нас это модель 1146. Она сделана такая вот уже массивная модель. Может быть, чуть-чуть меньше по диаметру. Хотя, наверное, где-то не одинаковая. Может быть, чуть-чуть меньше, но при этом она более толстая за счет того, что на нее вот такой вот вращающийся безель поставили. Ну, это своего рода спиннер, который можно крутить, если нечем пальцы занять, можете вот этот вот безель крутить. Как бы основная функция, это идет для ныряльщиков указывать запас кислорода. Водозащита здесь идет всего лишь, сейчас мы посмотрим, 3 бара. С аквалангом вы в нем нырять не будете и можно какой-то промежуток времени установить, засечь, скажем так, для аналогового циферблата, но не более того. Крутится он приятно, щелкает интересно. Корпус у нас уже и браслет выполнен из нержавейки. На мой взгляд, надежный вариант. Ничто не сотрется и повредить его практически невозможно. Ну, можно чуть-чуть оцарапать, но не более того. Циферблат, как вы видите, выполнен в черном цвете. Даже верхнагами держу и не заметил. Все из-за того, что не очень хорошо просматриваются светлые цифры на черном циферблате. Вот внизу у нас идет время. Сверху месяц дата и день недели на уровне часа. По режимам здесь у нас идет также секундомер, старт, стоп и будильничек. То есть по функционалу они абсолютно одинаковые. Единственное, здесь циферблат в черно-белом цвете. Выглядит стильно, но менее функционально. Если плохое освещение идет, то его уже не очень хорошо видно. Сейчас, в принципе, неплохое освещение и не супер видно данный циферблат. Но в остальном часы выполнены на хорошем уровне. Замочек здесь такой же. Смело можно пользоваться. Единственное, ведь такая толщина здесь довольно-таки приличная. Наверное, полтора сантиметра есть. Следующие две модельки у нас идут, в принципе, идентичные. Отличаются они внутренним цветом безеля. Давайте рассмотрим вот это вот черное. Мне кажется, она более симпатичная. Здесь у нас идет моделька 1204. Безель зафиксирован на мертва. По функционалу смотрим. Секундомер, основное время и выставляется будильник. Самый простой вариант. Этого вполне достаточно. Секундомер, основное время и выставление будильника. Стрелочки здесь идут флюоресцентные. В темноте они светятся с зеленоватым цветом. В корпус также идет и ремешочек из нержавейки. Более интересно выполнен сам браслет. Он не наборной. Вот такой вот наборной браслет. Стандартный наборной из нержавейки. А здесь он в принципе тоже наборной. Но по бокам полирован. И создается ощущение, что это идет литой браслет. Замок сзади идет двойной блокировки. Опять же. То есть такой замок раскрыться не может. Потому что даже если грибочек не сработает. Или еще что-то произойдет. То верхняя блокировка исключит его раскрытие. Надпись KMEI. Все как положено. Более классическая модель. Меньше всего здесь всяких показателей. Водозащита та же 3 бара. То есть смело в них можно плавать. Погружать не глубже метра. И ни в коем случае не нажимайте под водой клавиши. Иначе вода попадет внутрь. Вот такие вот три модельки. Все выполнены в принципе очень неплохо. Можно пользоваться по цене около 15-17 долларов. То есть на свою цену. Очень даже качественные модельки. Рекомендую.